Ай, Кира. Ну вот и все. Наконец-то я собралась в школу. Теперь нужно бы пойти и Анютке сказать, чтобы она поменьше сидела в телефоне. А то сидит и сидит. Не знаю, что она там делает. Анютка, Анютка, ты меня слышишь? Пожалуйста, не миссай. Так, это что такое? А ну-ка, быстро сними наушники. Анютка, ты меня слышишь? Снимай свои наушники. Мне нужно что-то важное тебе сказать. Кила, ну что ты мне, миссай, слушать музыку? Я просто сижу и слушаю музыку. Тут такая классная мелодия. Она мне очень-очень понравилась. Иди куда, Сла, не миссай. Послушай меня, Анютка. Очень-очень важно знать одно правило, что долго сидеть в телефоне ни в коем случае нельзя. Я пошла на уроки. А ты, пожалуйста, вымой посуду на кухне, хорошо? Да поняла я, поняла, халясо. Уходи у Сискалея в свою сколю. Вот и замечательно. Умница, что ты все поняла. Тогда я пошла. Пока-пока, сестричка. А то у меня очень-очень много уроков. Сегодня у нас вообще будет контрольная. Но я хорошо подготовилась. Так что обязательно напишу на пятерку. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Сегодня будет очень-очень замечательный день. Сегодня у меня много уроков. Но я, конечно же, все уроки сделала. Ведь я же очень прилежная ученица. Так, где эта моя машина-то припаркована? Пойду скорее. Сяду в машину и покачу в школу. Ну вот. И моя машинка меня уже ждет. Так, скорее-скорее садимся. Так, 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 так. Ну-ну-ну-ну, поехали. Ребят, еще немного и я приеду в школу. А вы, пожалуйста, не забудьте поставить пальчик вверх. И подписаться на канал Айкира. У нас здесь очень интересно. Ну, наконец-то. Кила ушла в школу. И теперь у меня очень много времени. Так, так, так. Что-то я забыла. А что я хотела сделать? Очень важное дело у меня было. А теперь я почему-то не помню. Так, вспоминай, вспоминай. Глупая голова. О, кажется, вспомнила. Я хотела кое-что сделать. Пока сестренки нет, я сейчас буду кусать пиццу. Опоздаю пиццу. Думаю, что каждый из вас тоже опасает пиццу. Так, где же тут она? Обязательно нужно настелить ковлик. Так будет удобнее. А вот и моя пицца. Сейчас вот здесь присяду. Так, посмотрим, что там. Какая вкусняска. Ну-ка, ну-ка, скорее лопаем. Тесно говоря, есть все хочется. Она такая вкусная. Так, еще кусочек. Давай-давай-давай, иди сюда. А. Ах, что-то мне спать захотелось. А. Ну, что мне делать? Наверное, приберу сейчас пиццу. Надо обязательно сплятать, чтобы сестренка не догадалась, что у меня здесь есть тайник. А теперь я, наверное, пойду и посплю. Ну вот, наконец-то я приехала в школу. Только рюкзачок забыла. Сейчас обязательно возьму его с собой. А теперь можно отправляться на занятия. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, нужно перейти через пешеходный переход. Ну вот, наконец-то я дошла до школы. Ух, сейчас позанимаюсь отлично просто. Пожелайте мне удачи. Ну сколько же здесь много малышей. А где же мои одноклассники? Неужели до сих пор никто не пришел на занятия? А вдруг они все заболели? И что теперь, я одна буду, что ли, учиться в школе? Девочка! Девочка, вон та, которая постарше. Здесь директор школы тебя вызывает. Пройди, пожалуйста, в его кабинет. А то мне некогда. У меня очень-очень много тел. Уборка и все такое. Давай скорее беги, а то ждет же директор школы. Ругаться будет. Натворила, небось, что-нибудь. Директор? Да зачем меня директор-то вызывает? Я же вроде бы как уроки все сделала. Полностью готова к занятиям. Что же такое могло случиться? Побегу тогда скорее. А то вдруг действительно что-то произошло, а я об этом и не знаю. А вот и кабинет директора. Только что-то как-то боязно заходить. Ох, ну что теперь поделаешь. Все-таки придется зайти. Держите за меня кулачки, ребята. Я пошла. Тук-тук-тук. Господин директор, вы меня вызывали? О, одна из самых лучших учениц пришла в мой кабинет. Проходи, проходи, пожалуйста, Кира. Нужно с тобой одной тельце обговорить. Очень-очень важное. Да, тельце? Какое же тельце? Вы меня как-то пугаете. Я все уроки всегда делаю. Стараюсь заниматься по всем предметам одинаково хорошо. Что же случилось, господин директор? Кира, ты, пожалуйста, не переживай. Все отлично. У меня для тебя замечательное предложение. Думаю, что такой умной ученице, как ты, оно обязательно понравится. Присаживайся, пожалуйста, на кресло. Хорошо, хорошо, господин директор. Я присаживаюсь, спасибо. Так, Кира, приступим ближе к делу, а то скоро начнутся занятия. Ты у нас, конечно, умница, красавица, всегда приходишь раньше своих одноклассников и учишься отлично. Предложение вот какое. На следующей неделе состоится городская олимпиада. А так как ты у нас мегамозг, именно тебя мы выдвигаем в качестве кандидатуры для участия в этой олимпиаде. Ну как, ты согласна поехать? Да вы что такое говорите? Ну, конечно же, согласна. Я буду очень-очень рада принять участие в любой олимпиаде. Не только по математике, но также и по русскому языку, по английскому языку, да вообще по всем предметам, каким только захотите. Мы с учителями даже и не сомневались, что ты, Кира, согластишься. Тогда, пожалуйста, сейчас поезжай домой и начинай подготовку к олимпиаде. Повтори все пройденные материалы по математике, все разделы повтори. И обязательно ты займешь первое место, ну хотя бы второе. Мы будем рады абсолютно любому месту. Так что, пожалуйста, сейчас все твои занятия на неделю отменяются, а ты иди готовься. Ой, господин директор, ну как же так? Я же пропущу занятия по всем остальным предметам. Я бы хотела присутствовать на уроках. Не переживай, пожалуйста, Кира. У тебя будет такая возможность наверстать и другие предметы. Учителя тебе скинут. Все задания по всем предметам. И ты дома сама посанимаешься. Но большую часть времени удели все-таки математике, царице наук, как говорится. Спасибо вам большое. Я очень-очень рада, что вы меня все-таки выдвинули в качестве участницы на олимпиаде по математике. Обощаю математику. Хорошо, хорошо. Мы это уже все поняли давным-давно по твоим пятеркам. Ежедневным пятеркам. Ух, какая же ты все-таки умница. А теперь не теряй время. Топай домой и заниматься. Усердно заниматься, Кира. Не забывай. Ну и отдохнуть тоже не забудь. Это очень важно. Не переудоми свой головной мозг. Хорошо, хорошо, господин директор. Спасибо большое. Тогда я поехала. До свидания. Меня машина ждет. Она припаркована возле школы. Сейчас я быстро-быстро доеду до дома и начну заниматься. Ребят, вы это слышали? Меня выдвинули в качестве участницы на олимпиаде, городской олимпиаде по математике. А я очень-очень люблю математику. Это мой самый-самый любимый предмет. Сейчас я не буду тянуть время. Зря его растрачивать на пустяки. Поеду скорее домой. Как раз за анюткой пригляжу и буду заниматься. Трум-пум, трум-пу-пум. Малыши, малыши. Вы бы свои наушники, телефоны убрали, а лучше бы занимались, как я. И были бы отличниками. Вот же ленивые детишки-то пошли. Совсем ничего не хотят делать. А я обожаю учиться. Ребята, если вы тоже обожаете учиться, обязательно напишите в комментариях. Интересно, чем же сейчас сестренка занимается? Вот я ее сейчас поймаю. Что она там делает? Опять, наверное, пакостит. А вот и моя любимая машина. Сейчас быстренько приеду домой, перекушу. Ну, что-то кушать захотелось. Наверное, это от волнения. И буду сразу же повторять весь пройденный материал по математике. Так, нужно бы развернуться. Наконец-то я приехала. Хорошо, что я недалеко живу от школы. Это очень-очень удобно. Как же все-таки здорово. Я могу много-много времени, теперь целую неделю провести дома. со своими любимыми питомцами. А также со своей любимой сестричкой. И, конечно же, с любимыми книжками. Привет-привет, мой золотой песик. Мне некогда. Нужно идти заниматься делами. Все-таки мне целую неделю от гола дали. Давай, еще увидимся. Котик, тебе тоже огромный привет. Ой, что-то я только сейчас заметила, что нужно бы какие-нибудь цветочки посадить вот в эти вот клумбочки. Сейчас же это сделаю. Время все-таки у меня очень-очень много. Остальное я успею сделать. Так, посмотрим, где здесь семена. Возьму-ка вот эти вот семена и сейчас же их посажу. Так, давайте, замечательно. А теперь нужно бы их полить. Очень-очень хорошенько. Ух ты, ребята, вы только посмотрите, как быстро растут цветочки. Какие же все-таки они красивые. Обожаю, когда вокруг все очень-очень зелено. Еще немножечко польем. Давайте-давайте растите-растите большими-большими. Ой, какие они все-таки красивые. Анютка очень-очень сильно обрадуется. А теперь возьмем вот эту вот пачку семян и пойдем вон к той клубочке и посадим здесь тоже какие-нибудь цветочки. И пойдем поливать. Так, тадам, тадам, тадам. Ребята, вы только посмотрите, какая красота! Какие шикарные цветочки! Теперь здесь очень-очень здорово находиться. Так, а здесь что? Какой-то увядший росточек. Нужно его тоже полить. Вот теперь настоящая красота! Пойду возьму свой рюкзак и поднимусь в комнату. Что же там сестренка делает? У меня почему-то такое чувство, что она в телефоне сидит. Это еще та тетеря, между прочим, ребят. Привет, котеночек! Ох, ты только посмотри, какая здесь жара! Нужно бы камин потушить. Так, сейчас уберем эту полежку. Ох, ну вот так-то, конечно же, лучше. Да и свечи можно бы потушить. Что они горят, да горят. Так, ну вот, так-то уютнее гораздо, прохладнее, что ли. Ладно, пойду к своей сестренке. Вот это вот да! И что я вижу? Ну вообще замечательно! Аня, Аня, а ну-ка давай глазки открывай! Ты чего это спишь? Аня, ты чем это занималась, что так уснула? Анютка, сестренка, просыпайся! Да это что такое? Ты что меня не слышишь, что ли? Анютка, просыпайся! Ку-ку! Ой, Кила, привет! Ты что пришла домой? С уроков, что ли, сбежала? Вот будет очень интересная история для мамы. Хе-хе, рано радуешься, сестричка. Ничего подобного. Ни с каких уроков я не сбегала. Меня просто отпустили. Я буду участвовать в олимпиаде по математике. И мне дали отгул. То есть подготовку к математике на целую неделю. Это же так здорово! Ты хочешь сказать, что целую неделю не будешь ходить в школу, что ли? Вот именно, любимая моя сестричка Анютка. Целую неделю я буду заниматься по всем предметам, в том числе и по математике. И, конечно же, приглядывать за тобой. Ну вот, блин, тоже мне счастье привалило. Вообще никакой личной жизни. Только посалюсь-то за мной не следи. Вот, уткнись в свои книжки и занимайся. А за мной не надо следить. Ведь я уже достаточно взрослая. Ты, взрослая, не смеши меня, пожалуйста, Анютка. Ты еще очень-очень мелкая. И за тобой нужен глаз да глаз. Ну все, хватит мне с тобой болтать. Пойду я переодеваться и выпью чашечку чая и возьмусь за уроки. Да, точно. У меня вот такой вот план. А у тебя какой-нибудь план Анютка есть? Я уверена, что никакого плана у тебя нет. Тебе бы только в телефоне посидеть. Ну ничего, сестренка. Я научу тебя любить книжечки. Так, что бы мне выбрать? Здесь явно мне ничего не подходит. Ну-ка посмотрим здесь. О, надену я вот это вот платье. Думаю, будет отлично. Вот, замечательная домашняя одежда. А все школьное нужно будет прибрать. Ребята, вы тоже обязательно, когда приходите домой со школы, переодевайтесь в домашнюю одежду. Потому что ее можно испачкать. А очень-очень важно чистыми ходить в школу. Ну, я в этом уверена. Ну вот, пришла зануда. Что теперь делать? Ладно, придется признаться, что у меня есть пицца. Ой, ё-моё. Кила, Кила, ты хочешь пиццу с чаем попить? Я очень-очень обожаю пиццу. И если ты мне предлагаешь, то я, конечно же, не откажусь. Ну ладно, сейчас достану пиццу. Пойдем тебя пить. Кила, Кила, а вот и пицца. Я, конечно, несколько кусочков съела. Ну, теперь думаю поделиться с тобой. Откуда у тебя денежки? Где ты взяла деньги на пиццу? Ничего плохого не подумай. Мне мама давала деньги на калманы и ласходы, а я их собилала, чтобы потом купить пиццу. Вот это да. Какая же ты все-таки умничка, что не забыла поделиться со старшей сестрой. Уверена, пицца придаст мне очень много сил, и я буду заниматься еще более усерднее. Хочу все-таки занять первое место на Олимпиаде. Ну ладно, ладно, я поняла с твоей Олимпиадой. Давай уже пойдем скорее пить чай. Хорошо, Аня. Пошли скорее вниз, нальем чашечку горячего чая, выпьем, и я буду делать свои уроки. А тебе разрешаю немножечко посидеть в телефоне. Вот это да. Ура, 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 мне сестрицка, лазлистила посидеть в телефоне. Я обязательно наслушаюсь вдоволь музыку, а потом буду спать. Какая же ты все-таки, Соня. Ну ладно, так и быть, один день я дам тебе выходной, а потом я тебя вообще заставлю помогать мне готовиться к Олимпиаде, чтобы ты выросла такой же умной девочкой, как и твоя старшая сестра Кира. Ну вот еще отчего удумала. Делать мне больше нечего, чем утыкаться носом в эти книжки. Я лучше вон в телефоне свои любимые пеледачки послушаю. Да-да, колесо-то интереснее. До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok